Делегация из Монголии впервые посещает Фондок. Гости интересуются строительными материалами, фанерой, ДСП, а также конечным продуктом – мебелью. Особое внимание новой линейки, которая сделана на уровне знаменитых зарубежных аналогов. Иностранцы планируют построить в своем регионе деревообрабатывающий комбинат, поэтому перенимают опыт и обмениваются контактами. Я думаю, что они проявляют живой интерес к нашей продукции, что в конечном итоге может оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. Мы рассказали, из чего производится мебель, какие материалы применяются в мебели, почему она экологически чистая. А вот для Бобруйской Громаша этот рынок не новый. В прошлом году предприятие отгрузило в Монголию более 250 единиц техники. В этом к ней же запчасти. Сельское хозяйство – важная отрасль в государстве Восточной Азии. В Аймаке, Булган – регионе, откуда приехали гости, в основном занимаются фермерством, скотоводством и земледелием. В планах наращивать объемы поставок селок, косилок и прицепов. Основной акцент был сделан на цюковом пресс-подборщике. В том году мы более 60 единиц этих машин поставили, и они на них работают, они хорошо с ними знакомы. Наша техника хорошо себя зарекомендовала и востребована на этом рынке. Тем временем на ТДИА в месяц выпускают продукции на 13 миллионов долларов. Высокое качество деталей, тракторов и коммунальной техники известно в более чем 50 странах мира, в том числе и Монголия. Иностранцы знакомятся с ассортиментом, губернатор региона оставляет запись в Книге почетных гостей. Результатов, которые мы ожидали, мы достигли. У нас большая делегация, 13 человек, все заинтересованы в покупке тракторов. Я думаю, что для этого есть все условия. Надеюсь, мы обязательно реализуем совместные планы. В списке визита и 35-я школа имени Павла Батова. Гости смотрят оборудованные классы, просторный бассейн, современные гимнастические и спортивные залы. К слову, Бобруйск не единственный город. В программе практически вся Могилевская область. Динамика в торгово-экономических связях между нашим регионом и Монголией положительная. С начала 2022-го экспорт 2 миллиона 700 тысяч долларов. Это почти в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Беларусь и Монголия имеют договоры сотрудничества не только в сфере сельского хозяйства. Мы хотим обучать своих специалистов Беларуси, и у нас уже здесь учатся три студента из нашего Аймака. И ещё, конечно, мы будем отправлять сюда своих специалистов для повышения квалификации». Могилёвская область сотрудничает с государством Восточной Азии и в сфере услуг. Внешняя торговля увеличилась более чем в шесть с половиной раз, если сравнёт с 2021. Кстати, в этом году исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Беларусью и Монголией. Как показывает практика, эта страна – надёжный и перспективный рынок для экспорта.